Арман Сарукян, Хоэль Альварес. Очень интересный бой в легком весе, два таких вот ярких замечательных проспекта, которые в общем-то в какой-то степени похожи друг на друга, но и в той же степени абсолютно разные бойцы. Арман Сарукян, который дебютировал в бою против Ислама Махачева, неожиданно отлично себя проявил, выйдя на коротком уведомлении, показал неплохую борьбу, хорошую стойку и отличную физическую форму. Хоэль Альварес, который также выступал против бойца из страны СНГ, это Дамир Исмогулов. Нельзя сказать, что также неплохо себя проявил, но смотрелся вполне вменяемо. Это такой хороший долговязый ударник, вполне выносливый, тоже развивается. И здесь мы видим вот такого сбитыша, невысокого крепкого парня Армана Сарукяна против высокого сильного бьющего ударника Хоэля Альвареса. Ром, подскажи, пожалуйста, вот вроде как бойцы интересные оба, оба перспективные, оба могут завоевать какие-то серьезные регалии в этой весовой. Кто победит в этом противостоянии? Хороший вопрос, хороший вопрос. На самом деле, действительно, здесь такое противостояние двух проспектов, ну, на мой взгляд, очень интригующее, вот реально. И действительно, если даже мы, знаешь, на рекорды их посмотрим, ну, 17-2 против 19-2, есть некоторая схожесть, и, конечно, перспективы и у того, и у того, безусловно. И, ну, что касается Армана, у него здесь, если посмотреть, да, сейчас целых 4 победы подряд, и в основном даже, ну, я бы сказал, что, скажем так, по большей части нужно отметить его борьбу. Это первое, что нужно отметить, если мы о нем говорим. Вот именно в этом аспекте он прям действительно хорош. Вот, ну, понятное дело, он растет вот в ударной технике, потому что я вот пересматривал специально, опять же, для подкаста, например, с Дави Рамосом бой. Ну, на мой взгляд, сейчас Царукян стал получше, как мне кажется, потому что у него там были проблемы, когда Дави Рамос на него давил. Ну, да, Дави Рамос, я как бы не скажу, что он там плохой боец или еще что-то, но этот джицер, его, ну, стойка это не усиленная сторона, прямо скажем. И все-таки были прям заметные проблемы у Армана именно с давлением, и повреждения у него на лице тоже были, из-за ударов, естественно. Вот, но все равно, вот с тем же Крисом Гиагасом, да, ну, там, понятное дело, в 2 минуты бой был, ну, как-то уже поувереннее, уже поувереннее Арман смотрелся, но, возможно, это из-за соперника, да. Вот, 3 раунда такой вязкой борьбы с фриволой, хотя, опять же, объективно говоря, ну, скажем так, заставил ли фриволой его как-то поработать, там, бедзобак потратить? Да, наверное, не особо, он выходил из всех там плохих позиций, но особо он конкуренции не навязал все-таки, надо так сказать, и Арман Царукян, ну, он легко его залежал, прям легко 3 раунда. Я даже больше скажу, что фривола устает, это всем известно, и, что интересно, да, Арман Царукян, он, по идее, как мне казалось, и мне и сейчас это кажется, он его мог удосрочить, но, но он сам подустал в этом бою, вот и все, и в итоге просто долежал на сопернике, довалялся, да. Вот, и, соответственно, действительно, боец перспективный, я считаю, чуть-чуть ударку подтянул, но, в целом, нужно понимать, что ранее он был нокаутирован, если что, как бы, нужно, это, как бы, это, это не залог того, что он там пробит или еще что-то, просто есть такой прецедент, значит, что пробить его можно, такое уже было, и, соответственно, если мы говорим про его соперника, ну, я могу сразу с этого начать, что его соперника тоже раньше нокаутировали, тоже бывало, надо тоже иметь в виду, да. Вот, и, действительно, Альварес, он такой, он такой длиннющий, просто длиннющий, 191 сантиметр, это сумасшествие, это очень высокий для этого веса боец, руки тоже очень длинные. Нужно понимать, ребятки, что, в первую очередь, смотрите на взвешивание обязательно, потому что этот профессионал, да, в кавычках, уже два боя, два боя уже не делает вес просто, ну, типа, для него это весовая категория, он в нее с таким треском умещается, а уже два боя, кстати, не может уместиться, так что тут надо посмотреть, как... Напоминает Кьезу, такая же история, длиннющий, высохший просто до невозможности боец, который имеет стабильные проблемы с весом в 70 килограммах. Да, ну, надо посмотреть будет, как он уместится, да, может быть, он не... потому что, знаешь, вот я тебе так скажу, возможно, когда он не умещается, это не признак того, что он, типа, знаю, сгонял-сгонял и такой, я больше не могу, возможно, он немножко себе преимущество, так сказать, выбивает, и последние, там, какие-то граммы не сгоняет, и чувствует себя хорошо в бою. Ну, это... Может быть, да, не хочет доводить до жесткого исключения себя. Опять же, чтобы иметь преимущество выносливости, нужно, как минимум, себя пожалеть на взвешивании, так как это кардио-сбоё просто убивает. Ну, да, ну, вот, знаешь, у меня именно такие мысли, если честно, да, вот, но все равно я, если, опять же, откровенно говорить, я не скажу, что я прям сомневаюсь в его выносливости, я пересмотрел внимательность Дамиром и с Магулом еще в 19-м году бой, и, ну, бой-то был для Альвареса непростой, он как бы проиграл его, если что, да, но он достойно смотрелся, реально достойно в стойке смотрелся с Дамиром, это уже дорогого стоит, и он, я прям третий раунд просто включаю, да, он не устал еще. Он не устал в третьем раунде, он хорошо, активно работал, и, соответственно, возможно, с кардио у него все в порядке, да, возможно, потому что если с тем же, например, бой, ну, следующий после Исмагула с Данила Белуарда брать, да, Белуарда это вообще не уровень там ничего, и вот, по сути, Альварес передышал его именно, вот во втором он его досрочил, именно за счет того, что он передышал, соперник устал, поэтому, возможно, у этого человека с кардио проблем все-таки нет. Почему я так говорю, да, потому что у него почти все финиши там в первом раунде, почти все, и вот я как бы не первый год, так скажем, слежу, да, за ММА, если я вижу у бойца, у которого там 50 финишей в первом, и он не был у втором, я понимаю, что там 99% вероятности то, что у него кардио вообще нету, 99%, но, видимо, это немножко не тот случай. Вот, соответственно, надо понимать, что этот боец тоже растет, вот мне реально в крайнем бою показалась прям стойка его неплохой, мне, знаешь, мне очень нравятся вот такие давящие прям стойки, когда вот он идет, идет постоянно на тебя, да, боец по чуть-чуть откусывает, откусывает, ну, сложно, с такими реально сложно работать. И, что касается партера, понятное дело, там очень опасная джиу-джитсу, и большая часть побед у него именно с апмишинами, именно в партере, но вот в крайнем бою показал, что он как бы и панчнуть-то может, и в стойке с ним тоже не стоит стоять, особенно учитывая вот длина рукой вот это дерево, которое издалека будет своими ветками, да, по тебе бить. Само собой, я считаю, что Арман Сарукян будет, скорее всего, борьбу использовать здесь, скорее всего. Можно ли перевести Джоэля Альвареса? Можно, определенно можно, переводили его, но он все время что-то придумывает, да, то гильотину закинет, то армбар, свипать умеет, кстати говоря, ну, ну, понятное дело, там у него, знаешь, вот, из-за габаритов есть некоторые преимущества, и в целом из-за именно навыков грэплинга. Поэтому я не могу сказать, что вот его сейчас переведут и очень легко будут залеживать, понятное дело, что, конечно, у него тоже есть свои козыри в рукаве в этом аспекте, но в целом, я так скажу, наверное, шанс у Армана Сарукяна очень хороший, именно все-таки залежать, да, с трудом, не просто, но все-таки залежать, ну, либо где-то попасть, да, как мы увидели, он попасть тоже может. А вот Альварес, на мой взгляд, будет лучше в стойке, именно за счет своих габаритов, за счет своего отличного давящего, это важно, вот этот давящий стиль, да, с которым были проблемы уже у Сарукяна раньше, в бою с намного менее качественным ударником, если вообще ударником, в принципе, можно назвать, я, понятное дело, условно это говорю. Вот, поэтому я считаю, в стойке Альварес доставит ему, мягко говоря, очень больших проблем и нужно будет бороться, а побороть Сарукяна, я думаю, сможет переводить, мне кажется, переводить сможет. Сколько сможет он его переводить и удерживать, вот в чем вопрос для меня, именно в моем видении, в моем понимании этого боя. Я не знаю, я считаю, что, возможно, у Альвареса кардио будет получше, возможно, и, соответственно, не факт, что Арман Сарукян сможет именно вот весь бой его удерживать, учитывая, что каждый раунд будет начинаться в стойке, и учитывая, что Джоэль Альварес еще постоянно будет чем-нибудь угрожать, и постоянно что-то будет придумывать. И, учитывая, что он здоровый, просто, черт возьми, огромный для этого дивизиона, кто-то называет его читером, может быть, так и есть, я как бы не берусь судить, но это факт, он очень большой. Вот, и коэффициенты у нас здесь следующие, да, если мы посмотрим, ну, например, на том же Пинокле, 1,45 на Царукяна, на Альвареса 2,85, и надо понимать, что 1,45 это еще, знаешь, не самый маленький коэффициент, так скажем, и в некоторых конторах на Альвареса аж трешка, и даже 3,4 есть, это, конечно, сумасшествие, вот, я только что описал бой, как я это вижу, я это вижу близко, ну, точно не на 1,45 и напротив 3, ну, точно не так, я вижу, все-таки ближе должен быть бой, поэтому по коэффициентам я бы здесь, конечно, за Альвареса сказал, выбрал бы Альвареса, потому что все-таки, ну, шансы близкие, а кэфы не совсем близкие, вот, ну, а мы, конечно же, по традиции, да, пожелаем удачи Арману Царукяну, именно, именно ему здесь пожелаем удачи, пожелаем победы, но я бы за 1,45 его брать никуда не стал, никакие почки там ставить, ничего, ничего такого, просто как бы вот так, а если ставить, то мне кажется, Альварес поинтереснее. Да, действительно, это очень интригующий, крайне интересный поединок с точки зрения стилей, и ты правильно заметил то, что габариты Альвареса, это, по сути, что-то с чем-то для этой весовой категории, мы можем мало вспомнить бойцов, которые выглядели бы не только высокими, но еще и атлетичными при этом, но, с другой стороны, есть у него также одна очень интересная черта, которая, ты тоже заметил, это давящий боец, который идет вперед, и вот для такого высокого парня, с таким ростом и с таким стилем, для Царукяна это может быть только плюсом, потому что для маленького, такого сбитого парня с борцовской базой, высокий давящий ударник, это просто благодатная почва для тейкдауна в центре клетки. Перевести Альвареса возле сетки, я думаю, будет просто, ну, очень, очень тяжело. Вспомните поединок Уитакера против Адесани, когда ему тупо длины ноги не хватало, чтобы заправить ее и провести тейкдаун. Но в центре клетки сбить Альвареса, я думаю, ему по силам, так что поболею за Армана Царукяна, я надеюсь, все у него получится, но Альварес это жесткий парень, и его точно нужно воспринимать всерьез, так что имейте это в виду. Продолжение следует...